Багамские острова Таинственные пещеры и затонувшие корабли Багамские острова Место отдыха, состоящее из 700 островов и бесчисленного множества коралловых рифов, окруженных морем, согретым гольф-стримом. А также бесконечных белых и розовых коралловых песочных пляжей, окруженных неповторимым подводным миром, привлекающим рыбаков даже из соседней Флориды. Но это рай контрастов. 340 солнечных дней в году с одной стороны, мощные и частые штормы с другой. Крайне разнообразная фауна тропического моря контрастирует с довольно бесплодной почвой острова, который никогда не был способен обеспечить питание своих жителей. Еще несколько лет назад туризм сделал Багамские острова одними из самых процветающих островов в Карибском море. Но кризис недвижимости в США сократил приток туристов. Это привело к закрытию нескольких отелей, и некогда многолюдные причалы опустили. Пропасть между богатыми и бедными багамцами растет с каждым днем. Дайвинг-центры вроде ЮНЕКСО обеспечивают работой местных жителей. Здесь делается все возможное для развития туризма. В том числе ведется природоохранная деятельность, такая как уборка мусора над и под водой. Каждый сотрудник горд состоять в такой почетной команде, уделяющей особое внимание экологическим проблемам. Бахамар, или морское мелководье, со временем оно, очевидно, превратилось в багамы. Но мы здесь, для того, чтобы взглянуть на другую сторону багамских островов, намного более привлекательно. Мы увидим грандиозные кораблекрушения, которые с древних времен играют важную роль для животных. Мы будем исследовать загадочные пещеры, о которых местные жители рассказывают, что из них, из глубин, поднимется нечто ужасное и тащит вниз. Мы решили начать отсюда. С волнистых лесов мягкого коралла. Листья, прутья и хлысты. Самые разнообразные горгонарии качаются в такт волнам, движимые лишь гольфстримом. Действительно, каменные кораллы, губки и рифовые рыбы ярко демонстрируют этот факт. Но вон тот малыш, похоже, не готов к посетителям. Он всем своим видом пытается сказать «Назад! Уходите, это мое!» По-настоящему крупные барракуды – одиночки. В некоторых районах их боятся больше, чем акул. Это неудивительно, учитывая их обтекаемые юркие тела и безумно острые зубы. Будто эти чрезвычайно агрессивные существа специально созданы для охоты. Что интересно, некоторые из нападений, приписанных акулам, на самом деле работа барракуд. Глава семейства собрал большую компанию. Целый косяк молодых рыб. Однако они не такие маленькие, как раньше. И они всегда голодны. Такая свора способна одолеть целый косяк рыб, постоянно кружа вокруг и съедая их по одной. Удивительно. Но эти желтохвостые луцианы присоединились к этой опасной шайке. Требуется тактика, хорошее укрытие или большая удача, чтобы уйти от таких хищников. Риффы вроде этого на Багамах богаты различными живыми существами и густой растительностью, обеспечивающей им укрытие. Кораллы и гаргонари также защищают своих обитателей от опасностей моря. Почти каждый день в году связан с солнечным светом и легким бризом, вызывающим рябь воды. Ну, почти каждый день. Во время сезона ураганов все может выглядеть совсем по-другому, особенно когда шторм разразится в мелководье, снося все на своем пути на скорости более 100 км в час. Этот коралл «Черный рог» чрезвычайно гибок, но все равно не в состоянии противостоять силам стихии и может не выстоять. Рыбы перемещаются в более глубокие места, прячутся в пещерах, образованных кораллами, ищут убежище под выступами или просто закапываются в песок. Трубчатая губка – одно из самых странных творений природы. Хотя они и являются животными, у них нет ни ног, ни плавников. Им суждено провести всю свою жизнь на одном месте, стойко перенося все невзгоды. И снова она. Рыбосержант, которую мы видели ранее. Этот маленький безумец похожий все время на нервах. Отважно игнорирует факт, что многие из тех, на кого он нападает, часто физически превосходят его. Голубоватый оттенок указывает, что это самец. В настоящее время он охраняет икру. Вот почему он так агрессивен. Синеполосая ронка. Вот это достижение эволюции. Похоже, принцип тот же, что и у зебр. Светлые полоски – отличная маскировка в освещенной солнцем воде. Ночью они становятся бесцветными. А темные полосы гарантируют, что каждая особь в группе остается незамеченной. Беглый взгляд снизу показывает. Светлые брюшки практичны. Хищникам трудно найти рыбу, освещенной водной поверхности. Французский щетинозуб очевидно уделяет большое внимание своему имиджу. Его изысканный шиферно-серый костюм изящно дополнен стильным желтым. Сознавая свою красоту, одиночка проверяет свою территорию, забавно выпучив глаза. Его территория может составлять целый квадратный километр, но только его товарищам позволено присоединиться к нему. Как только малыши теряют свою симпатичную полосатую молодежную накидку, они становятся нежеланными. Ему, вероятно, было бы неприятно узнать, что многие кулинарные книги изобилуют рецептами с его участием. Это типичные формы рифов. Ряды, схожие с зубчатой стеной замка, всегда перпендикулярны береговой линии. Каменные островки вроде этого представляют собой морские колыбели. Коралловые поли поседают на них, размножаются, а затем растут по направлению к Солнцу. Эти защитные выступы часто используются в качестве места для отдыха. Эти синеполосые ронки дождутся ночи, прежде чем отправятся на поиски добычи. Перлонутровая рыбокоробочка. Вот это внешность. Ее тело напоминает звездное ночное небо. Она наделена оболочкой из костной пластины, которая защищает ее, но в то же время не позволяет ей свободно перемещаться. Хотя ей это и не нужно. Когда угрожает опасность или просто в стрессовой ситуации, она выделяет нейротоксин. Большинство хищников знают об этом, а значит, ей редко приходится быстро уплывать. Но в крайнем случае она сможет. Почти между каждым отдельным коралловым массивом имеются песчаные поверхности. Коралловым полипом сложно прикрепиться и вырасти здесь. Песок слишком сыпуч, и из волнения здесь все находится в движении. Постоянное движение назад и вперед даже рыбу-коробочку снесло обратно к камере. Яркие желтые губки. Они бывают разных форм и размеров. Ныряльщики древности тоже собирали их со дна и делали из них губки для мытья. В огромном мире океана коралловые рифы подобны оазисам. Многие обитатели приобрели невероятные цвета и формы, чтобы повысить шансы на выживание. Но даже сами кораллы, которые сформировали рифы, за последние 500 миллионов лет претерпели ряд изменений в форме. Эта экосистема идеально сбалансирована, и она оказывает огромное влияние на берега. Без береговой защиты острова были бы подвержены разрушительной силе волн. Рифы выступают в роли природных волноломов, снижая береговую эрозию. Субтитры создавал DimaTorzok А это отдельно стоящие коралловые головы. Иногда они похожи на грибы. Узкое тело с пышной шляпкой из твердых кораллов и гаргонарий. Багамские острова известны во всем мире как территория акул. К счастью, коммерческая охота на акул была остановлена довольно рано, когда стал очевиден потенциал акул для привлечения туристов. Помимо этих серых рифовых акул, здесь можно найти много других видов. Лимонные акулы, акулы-молоты, страшные тигровые акулы и даже большие белые. Часто в компании Макрелли как вот это. Возможность кораллов укореняться очень ограничена. Именно поэтому появились такие причудливые способы крепления. полипы беспристрастны. Они начинают свою работу и перемещаются сантиметр за сантиметром. Чем больше света, тем быстрее они растут и распространяются. Эти коралловые полипы живут в симбиозе с мельчайшими водорослями в известняковом скелете. Они живут благодаря фотосинтезу и не могут существовать без солнечного света. А здесь, на Отмели-Багамских островов, света достаточно. Глубина моря не превышает 25 метров. Идеальное условие. За границей Отмели глубина моря может достигать пяти тысяч метров. Субтитры создавал DimaTorzok Эти мощные конструкции Матери Природы привлекают внимание издалека. Губка бочонок. Они подобны гигантским деревьям или соборам, если сравнивать с человеческими постройками. Они растут очень медленно и могут жить очень долго. Размер вот этой указывает на возраст от 100 до 200 лет. Старшие представители уже существовали, когда рабы работали здесь на плантациях или когда их увозили в Америку. Рыба-попугай. Питается водорослями. Она обгрызает их с кораллов, пока не останется только мелкий песок. Она грациозна, как гиря для основ созданий, расчищая место для роста новых образований. Атлантический синий хирург ищет еду там же, где и рыба-попугай. Своё имя рыба получила благодаря двум похожим на скальпель и острым, как бритва, чешуйкам. Они жёлтого цвета и находятся в основании хвоста. Чарующее нежное существо. Молодой длинопёрый коллектис или индийский олект. Он выглядит немного потерянным, одиноким в огромном синем океане. Красочная жизнь излучает лёгкость. Синеголовая рыба-ангел похоже решила неспешно прогуляться, несмотря на то, что здесь всегда прячется нечто зловещее. Трудно поверить, что смертоносные штормы врываются в это буйство красок в сезон ураганов. Кораллы разламываются, вырываются из земли. Над большинством существующих кораллов нависла угроза. Мы слышали об одном проекте на ближайших островах Флорида-Кис. Там отшельник, увлечённый дайвер, годами боролся с разрушением рифов очень оригинальным методом разведения кораллов. Его зовут Кен Недимая, и мы решили навестить его, чтобы узнать о его методике. Здесь, в невзрачном складском помещении на берегу моря, находится фонд восстановления кораллов, которым заведует Кен. Он разводит найденные на рифе фрагменты кораллов. Затем он перевозит их в пострадавшие районы. Его метод используют по всему миру. Недавно он был признан героем американским каналом новостей Сиэна. Это звание присуждается только тем, кто проводил уникальную кампанию для защиты жизни на планете. Мы положим небольшой кусочек коралла на решетку, и он начнет расти вглубь, вверх, и расширяться. Этот коралл готов отправиться на риф. Если мы не отвезем его на риф, тогда, возможно, разрежем вот здесь. Может быть, здесь, может быть, разрежем эту часть на две. Сделаем одну такую, другую такую. То есть, можно получить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь фрагментов. Останется вот эта часть. Она снова вырастет, и через шесть месяцев будет готова отправиться на риф. Через шесть месяцев почти все эти части тоже будут готовы. Итак, мы снимаем решетку, прикрепляем их, и они растут. После сильного урагана ранее здоровым рифам требуется около 30 лет, чтобы полностью восстановиться. К несчастью, большинство рифов в наших морях сильно пострадали из-за загрязнений и изменений климата. Также растет число ураганов. Благодаря такой вот реставрации кораллы могут восстановиться за 10 лет. Для этого разводится быстрорастущие виды. Для восстановления нужно использовать несколько кораллов одного вида. Вначале молодые кораллы прикрепляли к небольшим дискам на дне моря. Затем появилась мысль прикреплять их к древоподобным рамкам, установленным в земле. В результате скорость роста увеличилась от трех до пяти раз. Не требуется никакого специального оборудования. Только пожертвования и волонтеры. Я проделал большую работу. Мне нужно себя клонировать. Научить бы еще пятерых делать то, что делаю я, отправить их заниматься этим на местах, скажем, на остров Боннер или в Колумбию. Там они вели бы свои собственные проекты. По красивой рыбе-леву нельзя сказать, что у нее есть какие-то проблемы. Она не отсюда. Она родом из Индо-Тихоокеанского региона и Красного моря. Она появилась у берегов Флориды только в 90-х, вероятно, была выпущена аквариумистами. Очевидно, здесь она чувствует себя как дома. В этой красочной сцене только тонкая антенна карибского лангуста выдает его расположение. Он, по сути, чистит риф, гоняясь за медлительными беспозвоночными. Также он не брезгует умирающими или мертвыми животными. Этот большой черный морской окунь считается ценной добычей у рыболовов. Наверное, он смог бы решить проблему миграции рыб-левов по-своему. Вероятно, для полутораметрового взрослого окуня это было бы в радость. Но рыбаки не собираются предоставлять ему такое удовольствие. Морские рифы также разнообразны под водой, как и 700 Багамских островов над водой. Горгонари отвлекают внимание от настоящих творцов рифов жестких кораллов. Волны здесь слабее. Барабульки, похоже, хорошо проводят время. Горгонари разворок обработали ответственность из-за патологии. Горгонари разворок и обрадовались там, глядя, с Normal Туницей и медведь. Безмятежное спокойствие на тёплом, залитом солнцем мелководье. Но давайте заглянем поглубже. Здесь красные, оранжевые и жёлтые цвета превращаются в синий, в тёмный, бесконечно синий цвет. Какая здесь глубина? Около 20 метров. И уже здесь, похоже, больше нет цветов. Вот очертания затонувшего корабля. Багамские острова хранят древние морские традиции. Ещё до прибытия Христофора Колумба в 1492 году здесь были эмигранты-мореплаватели с Малых Антильских островов, индейцы Лукаян. Они бежали на Багамы, чтобы спастись от других карибских моряков. Однако они недолго воевали с португальскими исследователями. Различные болезни и последующие порабощения полностью уничтожили их всего за несколько лет ещё в 16 веке. Похоже, здесь поселились пираты. В период расцвета их были тысячи. На своих судах они сделали морские пути небезопасными. Здесь до сих пор продолжается провоз контрабандных товаров морским путём. Во времена сухого закона алкоголь, сегодня наркотики. Этот корабль не имеет ничего общего с Джеком Воробьём или даже с настоящими пиратами. Это грузовое судно, специально затопленное у острова Большой Багама, в качестве искусственного рифа. Небольшой экосистемы и настоящие игровые площадки для аквалангистов. А вот ещё один эмигрант — рыба-лев. Их численность увеличивается, потому что они не имеют естественных врагов. Даже акулы избегают ядовитых лучей, испускаемых плавниками рыбы-льва. И дайверы тоже. Даже щедрая награда за их поимку не помогает. Да, за ними охотятся. Их ловят в больших количествах. Их готовят на пару, в гриле. Но их вторжение продолжается. Многощетинковый червь. Невероятно, он двигается, как пришелец. С таким количеством ножек неудивительно, что он так хорошо перемещается. Да, он хищник и поглощает всех беспозвоночных, которые коснутся его ядовитых щетинок. Какова важность цвета в этих синих глубинах? Наши лампы показали, что кораллы, губки и даже рыбы, поселившиеся здесь, такие же красочные, как и те, что на мелководье, где солнце освещает все. Как и эту крошечную королевскую грамму, украшенную королевским фиолетовым цветом. Трубчатые губки выстроились, как трубы органа. Кораллы не только предоставляют защиту и еду. Как видно, они также являются колыбелью эволюции, источником разнообразия видов в океанах. Ученые обнаружили, что частота появления новых видов на коралловых рифах на 45% выше, чем где-либо еще. Почти половина всех беспозвоночных, обитающих на морском дне, изначально жили на рифах и уже потом переместились куда-то еще. Чего хочет эта любопытная рыба-кузовок с надутыми губами? Она не может перестать пристально смотреть в глаза, или, вернее, в объектив камеры. Серебристые пристепомы. Они используют это место, как будто это природное укрытие. С течением времени этот затонувший гигант приобрел новую функцию. А это море напряталось за так называемой изобилитой, поэтому мы не видели ее. Коралловая личинка. Они начинают расти там, где позволяет течение и где достаточно света. Миллионы из них, оставленные в виде икринок, своими родителями в лунную ночь, начинают искать свое место обитания. Найдя его, они выделяют известняк, благодаря которому могут приклеиваться к выбранной поверхности. Известковая оболочка защищает полип, поэтому он может развиваться дальше. До длинных пачкообразных форм придатков, из которых разовьются новые полипы, и так далее, и так далее. Со временем создается коралловая колония, или даже новый риф. Издалека выглядит загадочно. Если подплыть поближе, можно легко попасть под влияние ее чар. КОНЕЦ Морские черепахи могут погружаться на глубину в полторы тысячи метров. Интересно, что они чувствуют там, в вечной темноте. Хочется думать, что им комфортнее на залитом солнцем, оживленном рифе. Поскольку они не могут регулировать температуру своего тела, их можно встретить только в теплых морях. Они перемещаются между исконным гнездовьем и густыми зарослями водорослей, преодолевая тысячи километров. Изменение климата, загрязнение морей и рыболовной сети приносят морским черепахам значительные проблемы. Кто знает, долго ли еще мы будем любоваться этими удивительными существами в дикой природе. Конечно, существует закон о видах, находящихся под угрозой исчезновения, но, к несчастью, спрос на мясо и панцирь черепах остается высоким. Здесь, на Багамах, до сих пор существуют исконные пляжи с гнездами, где животные находятся в относительном спокойствии. Большинство из многочисленных островов необитаемы. В конце концов, морская черепаха снова исчезает в бесконечной синеве океана. И, учитывая опасность предстоящего путешествия, никто не знает, вернется ли сюда животное в следующем году. Что происходит? Что происходит? Вероятно. Что происходит? Умбosh! Посмотрите, давайте приготовиться! Встречитесь, делаем! Осно-начально теперь, а может начинать, и gobierno скально подтanovите, буровки в крах Club разус 때는 Кто это здесь прячется? Карибский флейторыл. Он адаптировал свое тело точно под Гагонарию, которую выбрал в качестве камуфляжа. Теперь, когда его обнаружили, он медленно удаляется. Субтитры создавал DimaTorzok Этот риф – огромный подводный город со множеством жителей, гораздо более многочисленный, чем несколько человеческих городов на суше. Коралловые небоскребы, улицы ярко-белого песка – они ведут прямо к островам, всегда в направлении течения. Одна из таких улиц ведет нас от открытого моря к суше. Национальный парк Лукаян на Большом Багаме. Здесь, в окружении соснового леса и мангровых зарослей, под водой находится одна из крупнейших в мире систем пещер. Кристина из центра дайвинга Юнекса собирается показать нам путь к одному из тайных входов. Забавно, когда люди видят это, они говорят, «О, да, это же очевидно!» Но попробуйте представить это место, когда его только открыли. Все было спрятано, поэтому людям пришлось здесь все расчистить. Возможно, вон там есть вход, который приведет совсем в другую пещеру, где еще никто не бывал. На самом деле, вон там есть одна. Меня зовут Кристина Жинато. Я инструктор по пещерному дайвингу и исследователь пещер. Сегодня мы находимся у пещеры «Убийца русалок». Это одно из двух входов в систему старого Фритауна в Фрипорте Большого Багамы на Багамах. Система соединена с океаном. Мы знаем это, потому что там есть некоторые существа, которые перемещаются из океана в пресную воду в определенный сезон. Речной уголь заплывает в пресную воду на нерест. Так что мы знаем, что они должны как-то заплыть и как-то выплыть оттуда. В своей работе я создаю карты для Багамского национального заповедника, который очень активно работает над защитой всей области над пещерами, не только входов. Потому что вся экосистема сильно зависит от того, что происходит над пещерой. Это влияет на сохранность самой пещеры. Мы очень хотим защитить пещеры, потому что это наш источник пресной воды. Наконец, Кристина привела нас к пещере Бена. Эта система пещер образовалась приблизительно 300 тысяч лет назад и растянулась на 18 километров вглубь Большого Багамы. За последние несколько ледниковых периодов уровень моря резко упал из-за того, что ледяные шапки на полюсах увеличились, забирая с собой гигантское количество воды. В результате берега Багам оказались высокими и сухими. Дожди и кислотные выделения бактерий размыли известняковую основу островов и образовали эти пещеры, которые долгое время оставались выше уровня моря. Скала над пещерой пористая. Дождевая вода постоянно просачивается сверху, попадая в соленую воду, которая поступает в пещеру из моря. Слои не смешиваются, потому что пресная вода легче соленой, образуя так называемые пресноводные линзы. Центр этой пещеры достаточно глубок, чтобы вместить в себя крупнейшую на острове пресноводную линзу. Вот что произошло. Вес конструкции, вы увидите размер конструкции во время последнего ледникового периода от 11 до 13 тысяч лет назад, был очень большим. В то время пещера была сухой, и весь вес обрушился через потолок второй полости. Вторая полость была немного меньше. Появилась эта огромная полость, в которой мы будем плавать. Она углубляется более чем на 70 метров, но мы будем держаться в 50 метрах от входа. Ширина примерно 30 метров, а высота от потолка до дна около 12. Вход оборудован лестницей и платформой, которые помогают дайверам нести тяжелое оборудование. Вода имеет зеленый оттенок нефрита и таинственно мерцает в лучах солнца, несмотря на то, что покрыто слоем пыли. А вот эти рыбы пресноводные? Или они заплыли сюда из моря через лабиринты и коридоры? Наше присутствие потревожило сотни летучих мышей, свисавших с потолка. Приятный и зеленоватый свет у входа в пещеру вскоре превращается в уютную темноту. Мы погружаемся в пространство гигантских размеров. Даже наши мощные лампы лишь частично освещают их. На картах отмечено 10 тысяч метров этих пещер. Таким образом, пещера Бена является крупнейшей из найденных на Большом Багаме. Дайвинг разрешен здесь только по специальному разрешению и только после прохождения специальных курсов обучения. Как бы то ни было, каждый год дайверы погибают здесь в результате несчастных случаев. Субтитры создавал DimaTorzok В некоторых местах камень настолько пористый, что пузырьки воздуха исчезают между бесчисленными колышками известняка, как по волшебству. Чем более гладкая поверхность, тем плотнее известняк. Пузырьки воздуха, блестящие, будто жидкая ртуть, остаются на потолке в течение некоторого времени, прежде чем исчезнуть. Когда пещера была еще сухой, известковая вода непрерывно просачивалась через пористый потолок. Она капала на пол, оставляя после себя известняк. Капли за каплей, слой за слоем. В течение тысячелетия из потолков вырастали сталактиты, а сталагмиты формировались на земле. Они почти прозрачные. Некоторые росли больше двухсот тысяч лет. Непрерывно. Они хранят много информации за столь долгий промежуток времени. Известняк и другие химические вещества, растворенные в воде, откладывались, создавали слои, похожие на кольца у деревьев. Они содержат информацию о климате и осадках, а также о составе почвы и воздуха. Красноватый цвет колец показывает, что серьезные изменения климата предшествовали отложению красной пыли из Сахары, перенесенные сюда за 10 тысяч километров через море. Даже сегодня штормы все больше и больше переносят на эти острова красный песок Сахары. Только за последние 50 лет его количество увеличилось в 10 раз. Кристина указывает на что-то на стене пещеры. Ее забавные жесты, будто она что-то ест, означают попкорн. Эта необычная стена выглядит так, будто она была облицована попкорном. Или же светлый камень был покрыт темным слоем? В соленой воде появились и отложились бактерии. Повсюду можно найти заключенные в породе окаменелости. Например, эти окаменелые раковины улиток. Различные виды в стенах или на потолке пещеры оказывают чередование приливов пресной и соленой воды или сухих периодов. Здесь соленая вода встречается с пресной. Промежуточный таинственный пузырящийся слой. В этом переходе в некоторых пещерах бактерии разъедают органические вещества. Затем они выделяют токсичный сульфат водорода, который может быть опасен для дайверов при длительном контакте. В то же время, под оранжевыми полосами в воде так мало кислорода, что ископаемые останки сохранились особенно хорошо. Здесь были найдены останки животных и людей, давно вымерших на этих островах. К счастью, этого вида бактерий нет в пещере Бена. И как бы нам не хотелось, мы не собираемся проникать дальше в этот таинственный мир, потому что нам не хватает нужного оборудования. Позже Кристина сказала нам, что это погружение всего лишь привело нас ко входу в систему пещер. То, что мы видели, гигантский пещерный собор, всего лишь крошечная часть бесчисленного множества туннелей, пещер и ущелий, наполняющих остров, и которые не всегда связаны друг с другом. Уже были составлены конкретные планы по строительству отелей и дачных поселков, даже на территории этого заповедника. Когда стало ясно, насколько огромны эти пещеры, планы, к счастью, были отложены. Во время подъема через кристально чистую воду пробился луч слабого, но умиротворяющего зеленого света, который затем коснулся и нас. Красный Песок Сахары — еще один признак неизбежного изменения климата. Несомненно, глобальное потепление повсюду приводит к таянию ледников и полярных шапок. Подъем уровня моря также угрожает этому важному источнику пресной воды. И не только этому. Из-за того, что Багамы расположены чуть выше уровня моря, эти райские острова ждет судьба Атлантиды. Многое изменится в ближайшие десятилетия и столетия для окружающей среды. И, конечно, для нас это неизбежно. Это делает неустанные усилия людей вроде Кэна Недимая еще более важными и всех тех, кто взял инициативу, чтобы в опасности прийти на помощь Матушке Природе. Также сценен и многолетний тяжкий труд Кристины, инструктора по дайвингу, которая помогает предотвратить освоение и неизбежную гибель этой области и всей системы пещер. Также она выступает за бережное обращение с акулами. Пожелаем им успеха! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»